Приветствую вас! Хотелось бы сразу предупредить о том, что точка зрения на ваш вопрос может быть очень различной. То есть каждый эксперт, ну вы наверное уже сами по ответам это увидели, что каждый эксперт, он ответит именно в этом вопросе вас, исходя из, наверное, своих взглядов, может быть, исходя из своей школы, ну, с классической школы, к которой он принадлежит. Либо исходя из своей специализации. То есть специализации именно, на которой он концентрирует свои профессиональные интересы. Видите ли, у вас есть, ну, вообще-то говоря, несколько равноправных вариантов решения данной проблемы. Каждый из этих вариантов, я эти варианты перечислю, каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, и они скорее всего равноправны. То есть у них нету какого-то, знаете, такого явного преимущества. И именно поэтому каждый эксперт, который вам ответит, ну, наверное, он в чем-то по-своему будет справа. Другое дело, что именно подойдет вам, другое дело, какой именно вариант вам ближе, это уже вам предстоит решить. И тонко вашего вопроса в том, что за вас принять решение мы не можем. Теперь непосредственно по поводу того, что вы написали. Значит, в принципе, вот первые четыре строчки вашего сообщения, они абсолютно нормальные, абсолютно естественные. Их, как бы, даже не имеет смысла цитировать, их не имеет смысла читать. Пожалуй, с момента, когда ваш молодой человек расстроился, и вы, ну, я цитирую, он расстроился, и я была расстроена, и уже не могла поддерживать атмосферу свидания, быть веселой, легкой и нежной, как обычно. Сидела грустно и заметила, что он стал терять ко мне интерес, уже не смотрел на меня, как раньше, влюбленными глазами, часто созевал. А вот этот момент, он требует особого пояснения. Пожалуй, начать нужно вот с чего. А мужчина расстроился, почему? Потому что, ну, для начала, он оставил в такси свой шарф. Не так это уж и трагично, но неприятно. Особенно, если шарф имеет для него какое-то значение. Ну, подарил кто-то, или это его любимый, или, может быть, что-то еще. Ну, неприятно. Дальше. Неудачный фильм. Кстати говоря, что есть неудачный фильм, тоже не очень понятно. То есть, вы как определяете неудачность фильма по его конструктору, сборам, или по тому, подразился ли он вам, или нет. А как вы выбираете изначально, на какой фильм идти? Точно этот момент не очень ясный. То есть, что есть неудачный фильм для вас? Как бы фильм, он любой, в принципе, чем-то интересен. И в любом фильме можно найти что-то важное для себя. Неудачный фильм в каком контексте? Кто посчитал этот фильм неудачным? Вы или молодой человек? Всем благодать, вовсе, вовсе, вовсе. Понимаете, ну и надо понять, что именно произошло не так, чтобы в следующий раз, если у вас будет свидание еще, ну, этого больше не повторять. И если случай с шарфом это действительно случайность, то неудачный фильм это следствие вашего осознанного выбора. Это следствие вашего сознательного выбора. То есть, вы выбрали фильм, который является неудачным. Почему-то. Ну, я думаю, например, приехали поздно и не было уже других сеансов, кроме как только на этот фильм. Ну, можно было не ходить в кино вообще. Можно было просто прогуляться или делать что-то еще. Чем обусловлен вот этот момент нужно выяснять? Далее. Потом еще ряд неудачных обстоятельств, потом нам нагрубила кассирщика. Молодой человек расстроился, потому что чувствовал, что, ну, во-первых, во-первых, смотрите, он оставил в такси сейчас. То есть, он привел себя забывчивым. Он выбрал неудачный фильм. Тоже, ну, наверное, он почувствовал, что это его ответственность за это. Ну, и дальше, дальше, дальше. Поэтому, что радоваться поводов было мало. И здесь в момент, как вы пишете, и я был расстроен. Давайте подумаем. А в какое место, в какую роль вы занимаете в отношениях? То есть, с кем вы являетесь для своего мужчины? Глядите ли вы для него партнером? Или вы такая вот девушка с ним, которая проводит вместе время, перед которым он хочет казаться идеальным, сильным, мудрственным, но которая, по мнению мужчины, не оценит его неудачи? Понимаете, вы пишете, быть веселой, легкой, неудачной. В принципе, в этом нет ничего плохого, в том, чтобы быть веселой, легкой, неудачной. Другое дело, вы ли это? Об этом мы еще немного поговорим, а пока хочется сказать так. Какая роль у вас в отношениях? Была ли у вас с молодым человеком какая-то ситуация трудности? Или это первое? Понимаете, молодому человеку нужна поддержка, молодому человеку нужно ощущение, что вы сможете, ну, как-то вселить в него уверенность вновь, в свою энергию. А получается, что вы тоже расстроились, и почему вы расстроились, понятно, не очень, ведь не вы потеряли шарф, и, насколько я понял, ну, как у вас вот все это происходит? Какое место каждый из вас занимает в отношениях, это нужно понимать. Потому что то, что вы расстроились, для того, чтобы вы расстроились, ну, не были основаны. Если у вас равноправные отношения, партнерские отношения, если вы друг с другом общаетесь хорошо, налички, это ужаски. Если вы можете вместе пошутить, если вы можете вместе там свободно о чем-то поговорить, то, действительно, у вас есть общие интересы, что вы, как партнер, могли бы его поддержать. Но вы, почему-то, вместо того, чтобы поддержать, сидели грустно. Что именно вас расстроило? Вас расстроило то, что именно само свидание прошло не так, как вы хотели. Но тогда получается, что вы хотели для себя от этого свидания именно что-то получить. Вам не особо важно было, что молодой человек расстроился, сколько то, что вы сами получили какие-то определенные негативные эмоции. И эти негативные эмоции испортили настроение вам и обусловили то, что вы вышли из своего образа. И получается, что образ вы тоже занимали для того, чтобы молодому человеку казаться то, кем вы хотите ему касаться, чтобы он давал вам то, что он вам дает. То есть, он был в меня влюблен, и все хорошо. При этом вы не говорите о том, что вы с ним чувствуете. Вы гласите только то, что он был в меня влюблен. Это чтобы вы заметили, что он стал терять к вам интерес. Почему вы заметили, что он стал терять к вам интерес? Почему вы не заметили, что человеку просто грустно? Почему у вас не возникло естественного человеческого желания поддержать? Конечно, чтобы он не расстраивался, обнять, успокоить, взбодрить. Почему? Получается, что вы зависите от его настроения. Если у него хорошее настроение, если у него все хорошо, то хорошо и у вас. Это может быть неплохо на той стадии отношений, которая есть у вас. Но вообще-то говоря, если мужчина, да и вообще кто-либо, не чувствует поддержки от человека, от близкого человека, от человека, с которым он по идее проводит время, от человека, с которым он по идее планирует какое-то будущее, то это не очень-то приятно для него, для человека. Это не очень приятно. Поэтому вам нужно спросить себя, почему вы заметили вот эти вещи? То, что он потерял к вам интерес, то, что вы заметили то, что вам стало хуже, а не то, что стало плохо ему. Поэтому отсутствие этого естественного желания поддержать молодого человека просто по-человечески, не как у вашего парня, оно как бы довольно-таки тревожно. Тревожно именно для будущего ваших отношений, потому что жизнь, она состоит именно из таких моментов. С моментов случайности, с моментов негативных, потому что все хорошо не может быть. И если вы не сможете друг друга поддерживать, если вы не сможете поддерживать мужчину, то вращать машине долго не проглядся. Потому что он будет понимать, что если у него что-то не получится, и он расстроится, то и вы расстроитесь. И он будет чувствовать себя виноватым еще больше вдвойне. А никому не хочется этого чувствовать. Никому не хочется чувствовать, что по его вине, а именно так может прочитать ваш молодой человек, по его вине все испорчено. И что все зависит только от него. Да, мужчине нравится чувствовать, когда он отвечает за все. Мужине нравится чувствовать, когда все зависит от него. Но мужчине, да и любому человеку неприятно, когда все зависит исключительно только от него. Позиция женщины в том, чтобы давать инициативу мужчине, это да. Но и позиция женщины как человека в том, чтобы поддерживать мужчину, опять-таки как человека в трудных ситуациях. Мне ведь непонятна причина, по которой вы расстроились. Вы говорите, он расстроился, и я была расстроена. Он расстроился, понятно, почему. А почему вы были расстроены? И не могли поддерживать атмосферу свидания. А что, у свидания теперь есть какая-то особая атмосфера? Зачем поддерживать атмосферу свидания? А что будет, если она исчезнет, эта атмосфера свидания? Что, это уже будет какая-то другая атмосфера, более плохая, более худшая? Так что ли? А если атмосфера будет более плохая, более худшая? Не догонятся ли ваши отношения с молодым человеком просто потому, что вы не считаете, что расстраиваться это нормально? Ответ на этот вопрос остается открытым. Сам вопрос остается открытым. Далее, мужчина потерял вам интерес, вы пишете, что думаете, что это произошло, потому что там вышло из своего образа легкое, загадочное, как кокетки. Можно ли как-то исправить, вернуть его интерес к себе? Например, если в следующий раз снова представить в том образе, что ему полюбился, или если интерес упал, то ничего уже не исправит. Ну, я вам отвечу сперва на последний вопрос. А если интерес пропал, то его можно вернуть, это безусловно, интерес, это не любовь, интерес можно реанимировать. Далее, можно представить в том образе, который ему полюбился. Только, знаете как, имеет ли этот смысл лучший вопрос. И вот здесь, пожалуй, наступает момент, когда каждый из экспертов ответит вам, исходя из своих взглядов. Дело в том, что, понимаете, кто-то скажет, да, вам нужно поддерживать образ. Тот образ, который вы поддерживали для того, чтобы, ну, собственно говоря, для того, чтобы, как бы, продолжать мужчину, мужчину восхищать и подогревать у него интерес. Кто-то вам может сказать, что нет, вам нужно вести себя по-другому. Вам нужно вести себя естественно, вам нужно вести себя легко, вам нужно быть той, какая вы есть, настоящая. То есть не образ, потому что образ рано или поздно пропадет, а именно быть той, кто вы есть, со всеми своими недостатками и достоинствами. Не пытаться быть тем, кем вы не являетесь, потому что это плохо. Потому что при более тесных отношениях образ сразу или поздно пройдет, и наступит все равно, будет не удовлетворен. Потому что молодой человек сейчас видит перед собой вот эту вот легкую загадочную кокетку. А если вы таковой не являетесь, а образ постоянно поддерживать нельзя, особенно если у вас будут близкие отношения, что будет тогда, несложно догадаться. Поэтому, вы знаете, говоря о том, о чем я сделал замечание в начале, мне бы хотелось сказать так. Понимаете, если интерес к мужчине, Ой, если интерес мужчины к вам проявляется только через образ ваш, который ему полюбился, то скорее всего вернуть интерес к вам через образ именно, у вас не получится. И вот почему. Потому что образ уже нарушен. Образ уже разлетелся в Гребенске из-за этой ситуации. И если кроме образа, А образ это всегда, ну, это акт самостоятельного додумывания, скажем так, того, что представляет из себя человек. Так вот, если все дело только лечь в образе, то, что боюсь, в этом случае вам интерес не возобновить, потому что молодой человек увидит, что вы пытаетесь, ну, пытаетесь быть той, кем он привык вас видеть, А он уже теперь знает, что вы совершенно не такая, он знает, что вы можете быть другой, и этот образ будет смотреться, ну, мягко говоря, неестественно. Поэтому в этом случае, если мужчину интересует только ваш образ, если это то, что вызывает у него симпатию, то в этом случае вы общены на справа. Если же кроме этого самого, если же кроме этого самого образа мужчины интересует ли вы сами по себе, что лично мне хотелось бы, ну, лично мне хотелось бы думать, что это действительно так, то вот тогда, конечно, совершенно неважно, в каком образе вы представите, мужчина все равно будет испытывать вам интересы, наоборот, будет желать реанимироваться, желать исправить ситуацию, желать сделать ее, ну, как бы, восстановить, да, то, что пошатнулось. Но только при том условии, если кроме вашего образа его интересует что-то еще. И из этого мы давайте сделаем вот такой вывод. Для долгосрочных отношений, если вы хотите именно крепких отношений, во-первых, необходимо для их своя иная поддержка. необходимо в отношениях обращать внимание не на себя, не на то, чтобы перечислять, да, что он стал, он стал терять ко мне интерес, там, не поцеловал меня и так далее. А обращать внимание нужно на самого молодого человека. То есть молодой человек, став по себе, это цель. Вы его пока что, исходя из текста, воспринимаете как средство. И это плохо. И пока вы не будете воспринимать молодого человека как сама цель, и пока вы не будете думать о нем в отношениях, пока вы не будете вступать в образ для него, для того, чтобы ему понравиться, а чтобы его поддержать, ну, например, вы могли не расстраиваться, а могли, напротив, сделать вид, что ничего не произошло, быть веселой и поддержать его. И тогда, может быть, он бы вас поцеловал. А как вы его не поддержали? Вы не помогли ему преодолеть эту ситуацию. Потому что вы думали о том, что он теряет вам интерес, потому что вы сами расстроились. Так вот, если вы хотите до долгосрочных отношений, то момент здесь именно такой, что вам необходимо акцентировать свое внимание не на себе, а на нем. Только если вы будете думать о нем, и только если вы будете стремиться к тому, чтобы он был счастлив, у вас возможны долгосрочные отношения. Если же на долгосрочные отношения, если на длительные отношения вы не рассчитываете, то тогда вы можете поступать именно так, и вы можете подгощать подъявленный образ, но к чему это приведет, а вопрос довольно оспорный. По моему мнению, привести это может только к тому, что мужчина просто-напросто разочаривается в том образе, в котором вы ему представили, и представим, что вы не та, вы другая. И поэтому если говорить о том, что вам делать дальше, как вам пробудить к себе интерес, то вы вот задайте себе вопрос, чего вы хотите. Если вы желаете длительных отношений с этим молодым человеком, постарайтесь сделать именно его центром своей деятельности. постарайтесь именно его поставить во главу угла своего отношения, и возможно, возможно, будет здорово, если вы сейчас ради него организуете все то же самое, что сделал он, только сделаете это уже сами, и покажете ему, что в общем-то, всегда можно все повторить, всегда можно все исправить, и ничего тратных не случится, ну и подарите ему шарф, типа того, что он потерял. Вот это, это у нас будет, у него интерес, при условии, если он воспринимает вас в человека, если вы будете вести себя естественно. пожалуй, именно так, я бы ответил вам на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам, если дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, и удачи.